Аккурат к 75-летию выхода первого Porsche Roadster компания представила Mission X. Пока это концепт, но уже сейчас можно понять, какое место его серийное воплощение, если оно будет, займет в модельном ряду марки. Он впечатляет своим футуристическим дизайном, в котором чувствуются намеки на ретро-модели, в частности на Porsche 959, Carrera GT и 918 Spyder. Его длина достигает 4,5 метра, ширина 2 метра, высота 1,2 метра, посадка низкая. Экзоскелет выполнен из карбона, поверх нанесена краска, имитирующая полированный металл. Несмотря на большие габариты, это двухместная машина, двери открываются и закрываются вертикально. Для лучшей аэродинамики концепт укомплектован разноразмерными колесными дисками. Спереди диаметром 20 дюймов, сзади 21 дюйм. По словам авторов, серийный Mission X отличается огромной прижимной силой. Компания Porsche сама в описании концепта Porsche Mission X начинает упоминать прошлые модели. Заметьте, что упоминаются лишь самые невероятные гиперкары своего времени. Это как намек на позиционирование Porsche Mission X в виде потенциального самого крутого флагмана. Также упоминается Porsche 917, схожий силуэт кузова, многочисленные каналы для воздуха, откидные подъемные дверцы. Во-вторых, привлекают внимание не только намеки на известных предшественников, но и проработку технических параметров и нюансов. К примеру, обещано соотношение массы и мощности один к одному, то есть одна лошадиная сила равна одному килограмму. Аналогично обещанные амортизаторы с возможностью независимой регулировки сжатия, отбоя – это тоже из мира гонки. Кстати, как и крепление колесных дисков одной центральной гайкой. Концепт карпорше Mission X создавался в виде электромобиля. Аккумулятор должен поддерживать технологию питания на 900 вольт и будет размещен под передними сидениями максимально низко к дороге. В Порше говорят, что это будет самый быстрый автомобиль на северной петле Нюрбургринга. В настоящее время этот титул принадлежит гибридному гиперкару Mercedes AMG One. Салон также поражает своей высокотехнологичностью и стильностью. Большинство элементов выполнены из карбона, а кресла покрыты качественной кожей и имеют спортивную посадку, что позволяет водителю и пассажиру занять удобную и немного откинутую позицию. На приборной панели выводится скорость, уровень заряда, навигационные данные. Рулевое колесо – спортивное с переключателями режимов. На борту несколько камер, активируемых кнопкой REC на многофункциональном контроллере. С пассажирской стороны предусмотрен крепеж для специального модуля часов с аналоговыми и цифровыми дисплеями, разработанные специально для Mission X специалистами Porsche Design. Среди прочего они могут отображать время круга. Если Porsche действительно создаст производственную версию гиперкара, то для измерения мощности понадобятся четырехсначные цифры. Мнение о такой мощности в сочетании с инженерным и гоночным опытом такой компании, как Porsche, стоит того, чтобы быть в восторге. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok